что всем привет сегодня мы будем менять передние стойки амортизатора для того чтобы нам нужно их заменить первое нам нужно снять жабо переднее это обязательно потому что вы если не снимете то вы не подлезете к этим болтам снимаем колпак домкратим машину откручиваем колесо на одной стороне уже поменял получается стойку кстати это моя новая игрушка если кому-то интересно сниму обзор на него первый вариант уже заменил получается левую сторону я его пробил у меня масло все вытекло получается при нажатии если вот так вот нажимать обратно он не выходит и получается при ну может выходит но очень-очень медленно и получается при наезде на полицейским не получится какой-то стук непонятно справа были заказаны стойки больше единственное что успел заказать также заодно поменяю подшипники ребята заранее если вы будете откручивать менять стойки заранее забрызгайте все болты в дешкой обязательно потому что скорее всего не закипели их открутить будет сложно чтобы не сорвать этот болт и потом не нарезать на заново резьбу либо не искать дополнительно будут лучше залить в дешкой подождать минут десять хотя бы пока вы будете там снимать колесо и можно приступать к работе так вот мы сняли наше колесо домкрат я убрал потому что я положил это все на машину получается лежит у меня на фанере на колесе своем ой мдф что нам сейчас нужно будет сделать первое это отключить датчик obs получается здесь есть такая кнопочка защелочка мы нажимаем на нее и вытаскиваем вверх так убираем его в сторону чтобы нам не повредить провод также мы снимаем шланчик тормозной жидкости спорта со саппорта он просто вытаскивается но чтобы его тоже не повредить я наверное все таки смажу вот в дешкой а потом уже вытащу потом что мы делаем берем домкрат подставляем его снизу то есть не под сам диск да например под стойку куда-нибудь сюда немножко приподнимаем нам нужно будет крутить несколько болтов точнее два болта первый болт находится вот здесь вот вот он и второй болт здесь почему я положил машину на фанеру во первых эти болты очень сильно закручены чтобы их открутить нужно очень сильно постараться потому что если вы будете на домкрате оставите машину она может спокойно упасть поэтому это самый надежный способ как по мне бюджетный чтобы зафиксировать машину то есть вы можете вертеть крутить как хотите как бы не страшно что она упадет что касается первое я еле-еле открутил второй этот болт мы сначала откручиваем просто ключом нужно нам его сорвать главное вот а потом ставим ставим шестигранник 5 миллиметров шестигранник здесь в центр вот и уже шестигранником упираемся в стойку в принципе его можно не держать и уже за счет того что мы просто перекладываем ключ вот мы уже его откручиваем открутил болт и получается что чтобы теперь нам нужно снять стойку так как мы сейчас никак не сниму она под натягом мы за счет домкрата я сейчас покажу как его поставил ну просто снизу так масло это все вытяжка то что здесь вот все мокрое это все вытяжка это все вытяжка забрызгал от остальное просто капельки вот поднимаем домкрат примерно на уровне вот и просто вытаскиваем стойку стабилизатора нижнюю часть откручивать не надо еще небольшой лайфхак можно сказать для того чтобы вытащить стойку потому что все будете просто вытаскивать она не вытащится то здесь она будет упираться стеночку ее нужно взять немножко левее то есть пусть мы берем немножко левее она потом выходит потому что тут вот здесь небольшая ямка как раз вот под стойку стабилизатор для того чтобы открутить нам две стойки получается вот эти вот наши поменяли нам нужно будет 20 рублей почему 20 рублей потому что там где был болтик наш вот этот который мы вытащили оттуда там получается вот эта вот часть она зажимается здесь то есть работает как тиски то есть болт сдавливает то есть так вот сдавливает и зажимает вот она здесь не сплошная там есть щелка небольшая мы в эту щелку ставим монетку и с противоположной стороны начинаем вкручивать болт то есть получается он вкручивается здесь а мы будем вкручивать его с этой стороны и за счет того то что он уперся болт монетку сама вот эта стойка кулак он будет разгиб разгибаться и нам будет намного проще вытащить стойка амортизатора вот мы закрутили болты и с той стороны у нас монетка к сожалению сказать никак не могу неудобно вот чтобы было еще попроще можно принципе взять молоток и молоточком подстучать чтобы она немножко припустила потому что достаточно сильно прикипает и и достаточно сложно снять в принципе сейчас я буду опускать домкрат и я думаю она уже вылезет потому что у меня прикручена еще сверху сверху мы тоже будем откручивать теперь как мы видим у нас он ходит теперь нам нужно под домкратить машину опустить постараться по максимуму вниз и аккуратно достать наш амортизатор собрать другой амортизатор и поставить его сюда и все это сделали в обратном порядке так вот наш амортизатор снятый как я его снимал коленями получается на ноги здесь другая другое колено здесь получается коленями я давил вниз и в это же время вытаскивал амортизатор потому что здесь немножко в натяг главное смотрите чтобы она шрус не выпал то есть сильно не откидывайте назад вон наши кстати монеточка наш амортик который мы достали этот целый рабочий пыльник конечно в хлам теперь ребята когда будете откручивать сначала стените пружину теперь просто как мы одели стяжки стягиваем пружину здесь мы должны ослабить гайку то здесь по моим ключ на 18 если не ошибаюсь и здесь шестигранник то есть получается также как мы снимали стойку стабилизатора то же самое здесь амортизатором вот сняли мы аморта марта уже внес от не с этого получается эта часть стояла здесь вверху тема гаечку открывали теперь что нам нужно нам нужно снять пыльник но мы с ним сразу с этим с подшипником так как подшипники у меня новые эти я этими я пользоваться не буду их также просто возьму выброшу пыльник также выбор шок садитесь отбойник стоит сейчас мы всю эту конструкцию соберем правильно как снимается подшипник с этого блин скрипит одной рукой конечно не удобно снимать новые эти получается новый пыльник новый отбойник вот у нас наш наш подшипник понадобится что сделать нам нужно сейчас будет вот этот вот отбойник воткнуть вот сюда вот так здесь у нас на этих штучках засовывать я буду наконечником кисточки чтобы его не порвать но неудобно и показывать пока не буду вот и вот эта часть вот эта часть меня от не помню либо это стороны либо той страны по моему так все таки да вот эта сторона от страна идет уже на сам амортизатор вниз вот в принципе эта штука и собрана там отбойник здесь подшипник и сам пыльник одеваем сначала пружину а потом уже через пружину саму гофру нижнюю часть мы одеваем уже после того как мы затянули здесь все но пружина стоит затянули пружину расслабили стяжками своими уже потом начинаем здесь натягивать саму гофру но прежде чем ставить амортизатор обязательно прокачайте его это в первую очередь нужно его прокачать как минимум хотя бы раз пять до сада упора он сам выдвигается еще раз до упора сам выдвигается то есть чтобы не давить руками можно взять например какой-нибудь ключ либо что-нибудь металлическое вот здесь есть такие меточки что мы с ними делаем у нас есть по центру вот такой вот крючок он вставляется в кулак который мы разгибали монеткой монеткой смотрим сверху получается метка на самом подшипнике мы ее совмещаем с меткой которая у нас вставляется в кулак на сам подшипник потом тоже совмещаем вот этой же точнее сам подшип подшипника с верхнюю стойку с вот этой вот меткой чтобы у вас стало все ровно и в свои места если вы поставите криво то вы не закрутите верхнюю стойку так а для того чтобы надеть нижний пыльник можно спокойно взять пассатижа взять за кончик и потянуть вниз и в принципе натянуть так по кругу он достаточно крепкий пыльник не порвется и так вот мы поставили воткнули все нормально нужно чтобы вот этот вот крючок который сзади про которого по которому мы ставили уровень и где разжимали монеткой он должен провалиться до конца туда чтобы через него прошел болт то есть как мы видим а сам крючок не провалился нужно значит пониже опустить амортизатор вот чтобы через него прошел болт что мы для этого сделаем немножко приподниму машину подложу какой-нибудь брусок под диск тоже тормозной можно и буду опускать машину до тех пор покуда он не встанет также можно постукивать молотком по само по самому кулаку монетка к счастью выпала сама а стой при с той стороны пришлось повозиться ну вот и все у нас мы все поменяли в принципе эту сторону ту сторону я тоже поменял на это ушло примерно где-то пять часов времени ну и все так что хотите сами меняйте хотите в сервис отдавайте я решил сам поменять